С кем ты говорила? Не знаю. Какая-то незнакомая маска. А, а ты напрасно отказалась от ужина. Вино было превосходным. Что с тобой? Ты бледна? Ну, идём. Куда? К нам. К нам? Нет. Только не к нам. Но почему? Чего ты хочешь, в конце концов? Не жить. Или уснуть и спать. 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 Фотово-зопередедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедедед На следующее утро с первыми лучами солнца Эмма вернулась в Венвиль И первое, что она увидела Был лежащий на столе конверт С красной печатью На основании постановления суда Направленного к исполнению Какого суда? Именем короля закона и правосудия Предписывается мадам Бувари Не позднее, чем через 24 часа Уплатить полностью сумму Восемь тысяч франков Восемь тысяч? В случае невыполнения приказа Предписывается согласно закону Наложите арест На движимое и недвижимое имущество Через 24 часа Значит завтра Нет Нет, это невозможно Такая сумма Нет, это шутка Лерой просто хочет запугать меня Испуганная Эмма Тотчас же направилась к Лерой Она застала торговца в лавке На большом столе Перед ним лежала стопка Конторских книг И счеты Мадам Вам знакома эта бумага? Что это? Шутка? Нет, мадам Это не шутка То есть так? Очень просто Не думаете ли вы Милая дамочка Что это скончание веков? Буду вашим поставщиком Банкиром Из одной только любви ко Всевышнему Но здесь стоит цифра Восемь тысяч франков Это невозможно Не может быть Чтоб я была должна Вам такую сумму Э, нет, мадам Кончено Эта сумма признана трибуналом Но вы можете Решительно ничего Подождите, миссия Лерой Подождите Все это так неожиданно Я не предвидела Если бы я знала Заранее я бы А кто виноват? Я работаю как негр А вы в это время Изволите развлекаться? Пожалуйста, без проповедей Это никогда не мешает Миссия Лерой Миссия Лерой Милая миссия Лерой Надо найти выход Помогите мне Оставьте меня Можно подумать Что вы хотите меня Соблазнить Негодяй Осторожнее, мадам Осторожнее Я не прощу вам этого Все, все узнают Кто вы такой Я расскажу своему мужу Ну что ж А я кое-что Покажу Вашему мужу Неужели вы думаете Что бедняга Который вас так любит И который вам так верит Не поймет Вашего милого воровства А я ему покажу Я ему покажу Да, милая дамочка Это не очень весело Арест Во всемущество Но когда женщина красива Не имеет друзей Подождите Подождите Миссия Лерой Ну дайте Дайте Я Я подпишу Хватит за меня Ваших подписях Я продам Бросьте У вас ничего нет Нам не о чем больше Разговаривать Сколько нужно денег Чтобы прекратить Дело Слишком поздно Но если я вам принесу Немного в счет Нет Четверть суммы Нет Может быть треть Нет Ну может быть Безполезно, мадам Прощайте Миссия Лерой Я умоляю вас Я умоляю вас Подождите Ну подождите Еще несколько дней Ну вот теперь слезы Вы доводите меня До течения Мне плевать Немного в счет Эмма Ты? Так рано Дай воды Что с тобой? Ты больна? Нет Да говори же Что случилось? Леон Ты должен Оказать мне Услугу Мне необходимо Восемь тысяч Франков Что? Ты сошла с ума Пока еще нет Вот Прочти Если к завтрашнему дню Деньги не будут уплачены Все имущество будет Продано с молотка Все Бавари Ничего не знают Нет Может быть Ты обратишься К своей свекрови? Бесполезно Она ненавидит меня И у нее ничего нет А твой отец? Старик Сам еле сводит Концы с концами Леон Ты должен сделать Все возможное Чтобы достать деньги Может быть Ты преувеличиваешь Беду? Я уверен Что этому типу Можно заткнуть Глотку Двумя-тремя Тысячами франков Ты думаешь? Ну тогда Ну тогда Тем более Надо торопиться У тебя есть знакомый Леон Не может быть Чтобы нельзя было Достать трех тысяч Попытайся Мальчик мой Попытайся Я буду так Любить тебя Леон Ну иди скорее Иди Нет Это невозможно Как ты ничтожен Если бы я была На твоем месте Я бы достала Где? У тебя в конторе Касса в твоих руках Что? Ты зашла с ума? Я честный человек Эм А разве я предлагаю У тебя стать вором? Мы возьмем эти деньги Взаймы На время Мы отдадим Нет Нет Я не могу этого сделать Трус Трус Подожди Подожди Завтра приезжает Мой приятель Морель Ты его знаешь Богатый коммерсант Он не откажет мне Ты отлично знаешь Что деньги нужны Не позднее Завтрашнего утра Ну тогда ты извини меня Дорогая Но я ничего Не могу сделать Ничего О Уже поздно Патрон ждет меня В конторе Ты извини меня Но я Должен идти Прощай Да Если завтра Я не приду Ты не жди меня Прощай Мадам Мадам Что это у тебя Это Это Дай сюда Объявление О продаже С молотка Без ее нет дома Нет Он ничего Не должен знать Поняла Хорошо Мадам Мадам Мне пришло В голову Почему Вам не обратиться К Гильомену К нотариусу Да Он ведь Очень богат И у него Какие-то Секретные дела С Люре Но я почти Не знакома С ним Ой Это ничего Не значит Пойдите К нему Ну поверь Это следует Сделать Ты думаешь Хорошо Ну я очень рада Что мадам Согласилась Мадам Надо положить Румяна Нет Нет Мадам Так плетна О Все равно Все равно Все равно с какой дело в том что торговец которую вы хорошо знаете так запутал мои дела что я очутилась безвыходном положении это началось мадам может не затруднять себя неприятным рассказом я в курсе всей вашей печальной истории с векселями судебными дрянскими и так далее так далее вам холодно протяните ножки поближе к камину не бойтесь испачкать фаянс то что прекрасно ничего не может испортить если вам известно миссию то ужасное положение в котором я очутилась я надеюсь что вы не откажете мне в моей просьбе в какой я прошу вас миссию дать мне взаймы три тысячи франков эта сумма может успокоить целеру и прекратить дело я верну вам эти деньги в самый короткий срок если бы мадам раньше оказала мне доверие и поручила распоряжаться ее денежными делами я нашел бы сотни способов вполне удобных даже для такой элегантной дамы умножить ваше состояние да но теперь уже поздно говорить об этом деньги необходимы сегодня же сейчас но почему мадам не обратилась ко мне раньше или может быть вы меня боялись а между тем я предан вам всем сердцем теперь я надеюсь вы в этом не сомневаюсь я жду но хорошо хорошо я дам деньги но вы должны остаться я я умоляю вас я я люблю вас как вы смеете останьтесь я люблю вас я женщина доведенная до отчаяния но я не продаю себя какая низость грязные животные бить их бить бить по щекам плевать в лицо уничтожать боже мой боже мой боже мой боже мой боже мой что же мне делать пойти еще раз к лера бесполезно написать отцу поздно вернуться к гильо мену нет 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 только не это только не это боже мой боже мой я схожу из суммы раз два три четыре пять шесть 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 часов скоро шарль придет домой он откроет калитку увидит желтую афишу лицо что его побеляет он будет плакать метаться а потом когда первый приступ пройдет он простит меня он простит нет 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 ни за что ни за что господи что же мне делать научи меня научи и 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 Если вы так легко отвергли его? Увы, я вынужден был это сделать. К сожалению, я не могу объяснить вам всего. Это тайна, от которой зависит честь и даже жизнь третьего лица. Пусть так. Все равно я очень страдала. Такова жизнь. О, ты плачешь? О чем, Эмма? Что с тобой? Ну скажи мне, что случилось? Ну скажи! Я разорена, Рудольф. Я пришла к тебе за помощью. Ты должен дать мне взаймы три тысячи франков. Представь себе, мой муж поместил все свои деньги у одного нотариуса. Нотариус сбежал. Нам пришлось влезть в долги. Пациенты не платили. Впрочем, ликвидация еще не кончена. Позднее деньги будут. Но вот сейчас не хватает трех тысяч. Все имущество описано. Положение безвыходное. Это случилось сейчас, сию минуту. Я пришла к тебе, Рудольф, в надежде на твою дружбу. Помоги мне. Помоги. Так вот, почему вы пришли. Три тысячи франков. Три тысячи. У меня их нет, мадам. К сожалению, в настоящее время я в очень стесненном положении. О, о, как мне жаль тебя. Как жаль, мой бедный, бедный Рудольф. Но разве бедный человек украшает свое оружие серебром? Покупает часы с инкрустациями из жемчуга. Заводит хлысты с драгоценными рукоятками. А твой замок, ферма, псовая охота, поездки в Париж. Вот ты хорошо живешь. Вот. Даже самая маленькая безделушка в твоей комнате может быть обращена в деньги. Но мне не надо. Нет, нет. Нет. Береги для себя, мадам. А я, я бы все отдала тебе. Все продала. Я работала бы для тебя, не покладая рук. Я бы милость ты не собирала на дорогах за одну твою улыбку, за один твой ласковый взгляд. А ты сидишь спокойно в кресле, как будто ничего не произошло. Мадам. Да знаешь ли ты, Рудольф, что если бы я не встретила тебя, я бы спокойно и честно прожила свою жизнь. Два года ты держал меня во власти самой пленительной мечты. И вот сейчас, когда я прихожу к тебе, богатому, свободному, счастливому, и молю о помощи, в которой не отказал бы мне первый встречный, когда я приношу тебе мою дружбу, ты отталкиваешь меня. Только потому, что это обойдется тебе в три тысячи франков. У меня их нет, мадам. Она бежала, спотыкаясь о куче опавшего леса. Гонила ветром, мысли ее путались, спускалась ночь. И вдруг, внезапно, истинное положение открылось перед ней, как пропасть. В героическом порыве, почти радостно, она бежала, напрягая последние силы, и остановилась перед аптекой. Гюстер! Мадам! Открой! Хозяин в аптеке? Нет, мадам. Ключ. Дай мне ключ от фармакотеки. Я не смею, мадам, там яды. Чего ты испугался, глупенькой? Я хочу травить крыс. Они мешают мне спать. Понял? Ну? Нужно спросить, мсье Уме. Не смей. Не ходи туда. Какой это еще ребенок? Ну, живо. Живо! Дай фонарь. Посвети. Что вы делаете, мадам? Это же мышьяк. Молчи. Что вы делаете, мадам? Перестаньте, перестаньте. Молчи. Молчи. Не смей кричать. Не смей никому говорить. Иначе за все ответит твой хозяин. Молчи. Благодарю тебя, честер. Мадам, зачем вы это сделали? Зачем? Зачем? Бедная, бедная госпожа, как она мучается И так страшно, так страшно, месье Кюре Всю ночь собака воет Говорят, собаки чуют покойников Вот и пчелы тоже Когда кто-нибудь умирает, они непременно улетают из ульев Боже мой, боже мой, что же делать? Что же делать? Месье Кюре, спасите ее, спасите ее Может быть, Господь и продлит ей жизнь Если найдет это нужным для ее душевного спасения Я пойду к ней Вот, вот, опять, опять начинается Холод, ледяной холод Поднимается к тяжцу Помогите, помогите, помогите О, это, это ужасно Это ужасно Что это? В вальс? Помнишь, я танцевала в замке О, сколько свечей Ах, это, это солнце Как, разве, разве сегодня выставка? Ах, кто здесь? Ах, это ты, Шарль Ну, не плачь Не плачь Скоро я перестану тебя мучить Зачем ты это сделала? Скажи Объясни Во имя неба Так надо было, друг мой Так будет лучше Разве тебе было плохо со мной? Чем я виноват? Я делал все, что мог Да Это правда Ты добрый, Шарль Ты очень добрый Тебе не больно? Нет Нет Теперь хорошо Но Это такие пустяки Смерть Вот я Я засну И все будет кончено Все Теперь уже Скоро Вся шкала Эмма 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 Успокойтесь Успокойтесь Успокойтесь, друг мой Господь благ и милосерд Мы должны Безропотно подчиняться Его воле И даже благодарить Его Оставьте Оставьте меня Не вы ее любили Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok